МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Сейчас 19.00, а значит, в прямом эфире новости 7-го канала. В студии Горгий Аргян и коротко о главных событиях дня. Итак, в Красноярске вспышка пневмонии. Каждый десятый заболевший попадает в реанимацию. Платный вход. Изначально их установили, потом нам дали списки для того, чтобы кто за, кто против. Большинство подписали, что против. Родители сосновоборских школьников пожаловали, что в учебные заведения их детей пускают только по специальным картам. Переходим на газ. Уже в следующем году автобусы и некоторые предприятия Красноярска начнут переводить на экологичное топливо. Операция за миллион бесплатна. Я прощаюсь, что-то очень плохо. Такое время у меня хорошо чуть. Вот, спасли меня. Около ста тяжелых пациентов с риском внезапной смерти получат квоту на лечение в кардиоцентре. Каждый десятый в реанимации в отделениях не хватает места, а врачи работают с двойной нагрузкой. В Красноярске вспышка пневмонии. По информации скорой помощи, только за последние сутки с этим диагнозом в городские стационары госпитализировали больше 60 взрослых и семеро детей. При этом, как сообщает Красноярская краевая больница, во всех остальных территориях края ситуация стабильная. С двойной нагрузкой сейчас работает БСМП. В учреждениях всего 60 пульмонологических коек, а больных госпитализировали уже в два раза больше. Под пульмонологических пациентов пришлось перепрофилировать 40 коек в других отделениях больницы. Похоже, ситуация сейчас почти во всех медучреждениях города. Как правило, вот так тяжело до развития пневмонии у нас болеют непривитые пациенты, которые не прививались против гриппа. Сегодня мы широко говорим о вакцинации против пневмококовой инфекции, которая как раз и является одной из этиологических факторов пневмонии. Это у кого-то развились осложнения. Возможно, эти пациенты с хроническими заболеваниями, возможно, они получали неадекватную терапию, возможно, они вообще не лечились. Такая тяжелая ситуация, по прогнозам врачей, продлился до марта. Вот до эпидемии гриппа Красноярску остался 1%. Об этом сообщают в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, за прошлую неделю с симптомами болезни в медучреждение обратились более 6 тысяч красноярцев. Заражаются горожане чаще всего парагриппом, но врачи выявляют также вирусы группы А1, преимущественно H1N1, в народе известной как свиной. В целях профилактики медики рекомендуют не пренебрегать масками, тепло одеваться, чаще мыть руки и не заниматься самолечением. С февраля красноярцев снова начнут наказывать за неплату парковки в центре. Штрафы нарушителям не приходили полгода, об этом рассказал сегодня инвестор проекта, директор компании «Инфоком». Оказалось, что в краевом бюджете просто не хватило денег на заказные письма для неплательщиков, которые рассылает административная комиссия центрального района. Все из-за того, что нарушителей слишком много. Проект платных парковок, напомним, с самого запуска преследует неудачи. В итоге вместо запланированных миллионов за три года бюджет получил всего 652 тысячи рублей. 98% нарушителей остались безнаказанными. В администрации точных сроков, когда в этом году начнут рассылать штрафы, несмотря на заявление инвестора, не называют. Говорят, как только тот предоставит со своей стороны доказательства нарушений. Пока их нет. Система «Умный вокзал» и единственный в России спортзал для пассажиров. Красноярские железнодорожники сегодня показали, как реконструировали здание к универсиаде. Потратили на это миллиард рублей. Тренажеры распаковать пока не успели, но почти все остальные новинки уже работают в тестовом режиме. Регина Баймухаметова расскажет подробности. Новая система досмотра действует на вокзале с января. Поэтому теперь, как в аэропорту, сдаем сумку на ленту и достаем из карманов мелочь. Сразу после зоны досмотра лестница. И вот для маломобильных пассажиров ее не только оборудовали пандусами, но и установили вот такой лифт. Внутри появилась новая система навигации. Она выполнена в фирменном стиле РЖД и включает вот такие большие электронные табло, которые установили вместо старых. Также к универсиаде заработает мобильная навигация. Что это такое? Зайдя в свое мобильное приложение на своем телефоне, на любом своем гаджете, вы можете построить любой удобный вам маршрут от входа в вокзал до платформ. Ну, чтобы пассажиры долго не стояли в живых очередях, их сделали электронными тоже. Можно выбрать услугу, взять талон и нужно будет ждать очереди к окошку. В самих залах достаточно комфортно, не жарко и не холодно. Это за счет того, что установили новую систему кондиционирования, новую противопожарную систему и еще ввели много бесплатных услуг для пассажиров. Вот, например, теперь работает Wi-Fi в здании ЖД вокзала. Давайте попробуем протестировать этот Wi-Fi. Вот сеть называется РЖД и показывает, что сигнал максимальный. Бесплатно можно теперь воспользоваться и детской комнатой. Причем железнодорожники рассказывают, что когда они ее обустраивали, то даже советовались с психологами, какое покрытие здесь лучше постелить. И еще одно новшество. До аэропорта запустили автобус номер 203. Отходит от автокасс каждые 2 часа с 6 утра до 8 вечера. Проезд стоит 92 рубля. Регина Баймухаметова, Станислав Смирнов, 7 канал. Границы города хотят изменить ради мусорного полигона, если точнее, для его переноса. Об этом рассказали депутаты городского совета. Новость, по их мнению, далеко неоднозначная и вызывает много вопросов. С одной стороны, по федеральному законодательству, с 2014 года мусорные полигоны не могут функционировать в городской черте. С другой, собственник полигона несколько лет подряд уверяет, территория законсервирована. Депутаты недоумевают, для чего тогда нужен этот перенос городских границ. Моя коллега Светлана Овсянникова сегодня разбиралась в теме. Света, добрый вечер. Выкладывай подробности. Город, добрый вечер. Начну по порядку. Подробностей много. Итак, по словам депутатов городского совета. Завтра на заседании постоянной комиссии по градостроительству они должны были рассмотреть вопрос о переносе городских границ в сторону Березовского района. Необходимо это, чтобы вывести из городской черты территорию в 67 гектаров, на которой разместился полигон компании «Экоресурс». Чтобы было понятно, вот сейчас объясню, полигон «Экоресурса» располагается на данный момент достаточно интересным образом. 67 гектаров находятся в городской черте. Вот его-то и хотят отнести как раз к Березовскому району. И прямо по соседству к этим 67 гектарам прилегают еще 13. Они изначально принадлежат Березовскому району. И вот, эти 67 гектаров, о них сейчас говорим. Объект существует с 1997 года. Сначала там добывали глину. В результате образовался карьер. Высота его бортов примерно 14 метров. Сегодня карьер этот заполнен примерно на 97%. То есть осталось всего 3%, куда можно свозить мусор, то есть вывозить отходы. И сейчас, как объясняют компании «Экоресурсы», отходы эти не свозят с 2014 года, так как иначе бы нарушался федеральный закон. Но теперь хотят рекультивировать территорию. И сделать это не могут, если не выведут вот эти вот гектары за пределы городской черты. Давайте послушаем комментарии. Теперь необходимо было провести рекультивационные работы. И были приняты решения о проведении рекультивационных работ с применением отходов. И мы сейчас просим разрешения о том, что нам эти работы необходимо закончить. То есть сначала полигон, собираются до конца заполнить мусором карьер вот этот, а после, возможно, даже засадить какой-то растительностью и так далее. Но вот депутатов в этом вопросе смущает вот что. Во-первых, по их мнению, нет никаких гарантий, и особо, скорее всего, как они уверяют, это никто не проверял, что с 2014 года все-таки этот карьер не используется для захоронения отходов. И просто сейчас всю эту ситуацию, возможно, хотят узаконить. Потому как нельзя вывозить отходы в городской черте, так значит, нужно этот полигон вывести за городскую черту. Предлагаю послушать комментарий. Если полигон не работает, тогда зачем нам сегодня менять границы города Красноярска, если полигон не функционирует? И нам об этом было сказано много раз, что именно на территории города Красноярска данный полигон, он себя исчерпал, он полностью выработан. Поэтому никаких захоронений на этой территории не производится. Другие депутаты и вовсе уверены, что вся эта история, если бы о ней было известно раньше, а конкретно до мусорной реформы, до 1 января, она непременно отразилась бы на тарифе, по крайней мере, для жителей правого берега. Он был бы меньше, так как рекультивация в любом случае стопроцентно закладывалась в тариф. А теперь вот возникает масса вопросов. Возможно, если все-таки эти 67 гектаров вынесут за черту города, их сначала несколько лет будут, опять же, набивать мусором, а потом про рекультивацию, кто его знает, могут и вовсе забыть. Предлагаю послушать. И инкультивация имеющегося полигона заниматься, Музданин Шепелев не хочет, а хочет его оставить за пределами, за чертой города Красноярска, изменив искусственно границы города. Тогда, получается, тариф-то необоснован, как минимум, вот в таком размере, в котором он сейчас есть. И добавлю гор, что в управлении архитектуры непосредственно перед эфиром нам сообщили, что завтра все-таки этот вопрос на комиссии рассматривать не будут, так как он требует проработки более детальной. И еще хочу отметить, что вообще-то предыдущий состав городского совета вот этот вопрос рассматривал, но никакого положительного решения не последовало. Так что попытки были, Гор. Света, спасибо. Будем ждать того, как эта ситуация будет развиваться дальше. Спасибо. Ну а через минуту и 40 секунд о газификации домов в Красноярске, который начнется в следующем году. Вместе мы ярко проживаем каждый день. Я готов. Пишем. Находим интересное. Следим за модой. Создаем свой имидж. Но остаемся собой. Искренне радуемся и верим в лучшее. Я. Седьмой канал. Мне 20 лет. Дальше. Еще интереснее. Гассификацию домов в Красноярске начнут в следующем году. Эта дата обозначена в пятилетней программе развития коммунальной инфраструктуры города. По расчетам администрации, поставки жиженого газа в Красноярск за следующие пять лет увеличатся почти в 20 раз. Это позволит перевести на экологичное топливо частные дома, автобусы и некоторые промышленные объекты. При этом в программе пока ничего не говорится про магистральный газ и перевод на этот вид топлива в Красноярские ТЭЦ. Идем дальше. Новогоднюю иллюминацию на улицах Красноярска решили оставить до середины марта. Так в мэрии хотят порадовать гостей универсиады и заодно жители города. Как заверили в администрации, дополнительных расходов для бюджета это за собой не повлечет. О других новостях в двух словах расскажем далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таким был остров Татышев в 2009 году. Судя по видео, тогда там были только разбитые дорожки и практически не было посетителей. Сейчас же остров одно из любимых мест отдыха красноярцев. Мэрия просит горожан выбрать сквер и парки для обновления в этом году. Голосование проходит на сайте администрации, опрос поделили на несколько этапов. Сначала нужно выбрать сквер, благоустройство в котором начали, но не завершили в прошлом году. Затем тот, который не благоустраивали вообще. Программу включат объекты, набравшие больше всего голосов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочешь пройти, плати. В сосновоборских школах ввели новую систему пропуска по электронным картам. Родители жалуются, их мнение не учитывали. Карта платная, без нее пускать в учебное заведение будут только по специальным спискам. Из-за этого на пороге школы каждое утро уверены будут огромные очереди. Тему продолжит Денис Козлов. Изначально их установили, потом нам дали списки для того, чтобы кто за, кто против. Большинство подписали, что против. Несмотря на подписи, турникеты с электронными картами во второй школе Засновоборска все-таки установили. Против нововведения протестовать вышли три десятка человек. Марина, мама одного из учеников, рассказывает. Теперь, чтобы попасть в школу при помощи карты, нужно заплатить. В ноябре нам говорили, что карту нужно покупать обязательно. То есть карта стоит 200 рублей, если вы хотите брелок, он стоит 350 рублей, если вы хотите браслет, 450 рублей. Это обязательно, это вообще как бы, вообще даже не обсуждается. Сейчас, после того, как мы сходили 11 января к директору, это покупается по желанию. Если карты нет, ученик называет фамилию и его ищут в специальном списке. В этой школе учатся больше тысячи ребятишек. Карты купили только сотни. Поэтому родители уверены, идентификация может затянуться и создаст огромные очереди перед входом в школу. Пропускной режим осуществляет вахтер, неподготовленный пожилой человек. Перед ней стоит компьютер, один экран компьютера. К нему подключено три турникета. Проход осуществляется одновременно через все три турникета. В массовый вход и выход первой и второй смены можно увидеть только одного человека. Остальных физически невозможно увидеть. Директор школы уверяет, никому карты не навязывает. Да и проблем пройти по спискам не будет. По ее словам, фиксировать детей будут помогать классные руководители. Никто такую услугу, как приобретение карт, не навязывает. Мы отрабатываем в тестовом режиме второй день работы. Значит, у нас беспрепятственно проходят спокойно те, кто не имеет карты. Если родители не хотят приобретать, мы, конечно же, будем фиксировать присутствие детей в школе вручную. Но в администрации Сосновоборска говорят, пропускную систему ввели бы в любом случае. Этого требует закон. Например, в Красноярске за два года турникетами оснастили больше половины школ. Чипы, которые позволяют отслеживать приход, уход ученика из школы, оплачивать столовую. Это их основная сфера деятельности. А турникеты, что называется, мы от них получили уже в подарок. У нас и администрация города, и управление образования с 2015 года получали предписание надзорных органов для того, чтобы ввести пропускную систему в школу по антитеррору. Новая пропускная система будет работать в тестовом режиме до начала февраля. И на словах все вроде бы выглядит хорошо. Однако то, что по утрам не будет создаваться огромная очередь из учеников, у которых нет карт, верится почему-то с трудом. Денис Козлов, Илья Сенкевич, 7 канал, новости. Тяжелые пациенты с риском внезапной смерти получат квоту на лечение. В этом году в Красноярском кардиоцентре проведут 96 таких операций. Все прям финансирует федерация. Всего же Красноярский край получит 750 дополнительных квот. Об этом договорился губернатор региона Александр Ус. Очередь на лечение теперь сократится в два раза. Кого эта новость порадует больше всего, расскажет Альфия Еремеева. Слезы на глазах Галины Вилковой от долгожданного облегчения. Ей, наконец, не придется мучиться от одышки. У пенсионерки аритмия. Много лет женщина не хотела делать операцию. Боялась. Но проблемы с сердцем и прогнозы врачей пересилили страх. Долго ждать лечения не пришлось. Операцию сделали по квоте. После прошла уже неделя и в конце января Галина Петровна с новыми силами отправится домой. В день в кардиоцентре проводят примерно 25 операций. Чаще всего врачи имеют дело с пациентами 50-60 лет. Но это средний показатель. Помогают людям почтенного возраста, старше 90 лет, и тем, кому всего пару дней от роду. Дети с рожденными пороками сердца в числе тех, кому выделили дополнительные квоты. В списках также пациенты с сосудистыми заболеваниями и нарушениями ритма сердца. Может быть, это не самая сложная с технической точки зрения операция, но именно таких больных много. И именно такие пациенты у нас стоят в очереди на операцию по несколько месяцев. И вот значимое увеличение количества квот по этому направлению, оно как раз с точки зрения востребованности, оно очень важно. Приказ о дополнительных 750 квотах подписала министр здравоохранения страны Вероника Скворцова после встречи с губернатором Красноярского края. По просьбе Александра Усу увеличили квоту и для самой тяжелой категории пациентов с риском внезапной смерти. Им нужны дорогостоящие дефибрилляторы для имплантации. Стоимость одного больше миллиона рублей. В этом году в кардиоцентре проведут 96 таких операций. Каждую неделю на этом стенде появляются новые цифры. Это общее число операций за все время работы кардиоцентра. Сейчас их почти 38 тысячи. С дополнительными квотами операций будет еще больше. Получается, что вместе с дополнительными кардиоцентр получит больше 5000 квот. Примерно столько операций и проводят в учреждении каждый год. И пациенты не только жители Красноярского края. Чаще всего за высокотехнологичной медицинской помощью приезжают из Хакасии, Тувы и Иркутской области. Огонь универсиады в Норильске объединились с огнем плавильной печи Надеждинского металлургического завода. Основного предприятия Норникель и генерального партнера универсиады 2019. Как рассказывают эксперты, это слияние символ промышленного потенциала региона. Надеждинский завод отметит 40-летний юбилей, поэтому региональный этап эстафеты огня стартует именно с этой площадки. В честь этого для норильчан организовали большую концертную программу с песнями, музыкой и танцами. Местные жители признаются, для них это значимое событие, оно демонстрирует, что город не оставляют в стороне, он развивается и становится площадкой крупнейших событий края и страны. Норильск – это старт, а старт должен быть задорный, боевой и несущий энергию, энергетику. Ну а универсиады – это наша молодость, это наша будущая страны, поэтому как отыграем, такое и будущее. Для церемонии изготовили специальный факел, который способен выдержать температуру больше 150 градусов. После мероприятия его передадут на память в музей Надеждинского завода. Объединенный огонь зимней универсиады 2019 уже в обычном факеле пронесут по улицам 13 городов края и зажгут 2 марта в главной чаше огня на церемонии открытия студенческих игр в Красноярске. Из Норильска первым делом огонь доставят в Туру, где в эту субботу пройдет следующий этап эстафеты. Мы всей душой надеемся, что будут новые свершения как в нашем городе, в нашей компании, так и на универсиаде, и будет новый шаг по пути к миру и к прогрессу. Я очень хочу, чтобы этот старт, который сегодня будет здесь дан, и наш огонь будет путешествовать до Красноярска, чтобы он обязательно всех нас вдохновлял, и каждому из нас присутствующих и всем вместе давал веру. С праздником вас! Ну а теперь прогноз погоды. Завтра, 23 января, в Красноярске переменная облачность, без осадков. Ветер южный 2 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров в ртутного столба. Температура ночью минус 10, днем минус 5. На этом у меня все. Если у вас есть свои новости, звоните нам по телефону 2-900-333, пишите на вайбер и ватсап 7 канала, номер 8-391-29333. Ну и самые интересные и актуальные новости читайте на сайте trk7.ru и в социальных сетях 7 канала. С вами был Горгий Аргем. Увидимся уже завтра. Сначала в 12.30, потом в 19.00. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова